Всем привет! С вами моя самая любимая рубрика на нашем канале, это дневники ремонта. Ну что, ремонт в нашей спальне, можно сказать, официально начался. А любимая она потому, что если есть видео, значит мы наконец-то что-то закончили. Но на самом деле весь ремонт начался еще 4 года назад. Потом был карантин, и мы тогда усиленно все силы вложили именно в большой черновой ремонт. Это, по-моему, эта комната такой. Здесь даже появилось эхо. Значит просто бело-серый такой цвет стен, белые двери, золотые ручки. В принципе, это тоже было ключевое в выборе. Пол, интерьер и всего подобного. Шикарный вентилятор, я мечтаю от него уже избавиться. И наш потолок арка, уголок еще отклеивается. И начинаем с уголка, потом пол, цвет стен и мебель. Первое, единственное, что я еще тоже хочу поменять, это эти жалюзи. У нас они во всем доме. Но почему-то именно в спальне я предпочитаю текстиль. Я хочу, чтобы были какие-то занавески или какие-нибудь тряпочные жалюзи. Но вот не эта пластмассовая офисная ерунда. Так что ж, начинаем наш ремонт. Вы знаете, мне кажется, карантин только не расстроил нас. Потому что, ну как бы, ну вот нам, если честно, есть чем заниматься. Представляете, вот на такой машинке нам все это привезли. Вон мои мальчики сидят. Поехали отвозить обратно трак. Короче, мы здесь вообще по-полностью. Когда я начала монтировать это видео, естественно, я вернулась туда в 4 года назад. Я просто не узнала наш дом. И как хорошо, что можно вспомнить, как это было. Потому что к тому, к чему мы пришли, и уже сейчас привыкли так живем, это очень красиво у нас получилось. Ну, начнем, конечно же, со всех черновых работ. Решили поменять полы. Почему-то все были дико вчера удивлены, что надо еще шпаклевать стены. Потому что мы сотрали старые молдинги, но этим, и, естественно, там была очень большая разница. И я не хочу ставить, поэтому я хочу нового. И поэтому пришлось шпаклевать стены. А мы очень ужаты в сроках, но поэтому посмотрим, что за это вообще получится. Сняли жалюзи, надеюсь, что он будет на занавесочке. Мы еще меняем весь ковролин на пол. Весь второй этаж и лестницу. Здесь уже пола нету, все содрали. Здесь наша спальня, все в процессе. И вот здесь остальные две комнаты тоже ждут своего часа. Может быть, мы до них так быстро не доберемся. Но пол все равно на всем втором этаже мы меняем. И сегодня вот наша ложь любви, которая стоит на клеенке. И вот на таком полу. Вот так мы сегодня проводили ночь. Вот когда ты сам делаешь ремонт, все оказывается не так уж и просто. Значит, полы сняли. Видите, какое у нас покрытие черное? Это нам посоветовали в строительном магазине. Это типа покрытие для крыши. Ну, на русском рубероид. Значит, когда мы его положили, естественно, помните, как если солнце светит на крыше, такой запах появляется. Естественно, пропахла вся квартира. Мы дико сильно испугались, что если будет все время пахнуть, мы лучше это, конечно, снять. Но посоветовавшись с людьми, которые более-менее что-то понимают в строительстве, сказали, что запах пройдет. И потому что мы еще будем сверху ложить вот это покрытие. Давайте сейчас пойду в другую комнату уже покажу. И вот наша комната теперь уже выглядит так. Здесь два вот этих покрытия. И, в принципе, все готово для того, чтобы уже ложить паркет. Ура! Мы выложили полы в гардеробный. У нас почти весь второй этаж перестелен, только лестница осталась. Что мы сделаем еще? Мы потом на всем втором этаже поменяем эту вентиляцию, решетку. Наверное, поставим или медный, или деревянный. И вот сюда нам придется класть молдинг. Если я правильно говорю, потому что у нас здесь такая щель осталась. Плинтуса. Ну и потом все стены и организация. Та-дам! Конечно же, черновые работы самые хлопотные, самые длительные, самые дорогие. Но у нас это как-то все быстро произошло. Остановились мы, и очень долго мы не могли прийти к единому знаменателю именно с дизайном. Потому что проекта у нас не было, мы делали сами, потому что муж хотел что-то одно, я хотела что-то другое. И так получилось, что именно на дизайне, ну, давайте назовем так, не на дизайне, а на оформлении вообще, самой комнаты, мы просто остановились. И поэтому черновые работы были сделаны быстро, в течение нескольких месяцев. все остальные три года, это было потрачено время именно на оформление самой комнаты. И как мы знаем, ремонт, конечно, дело капитальное, долгое, длительное, но интерьер, это прежде всего в мелочах. И мы меняем вот эти решетки для кондиционера, скорее всего, вот на эти. Я думаю, что они нам подойдут. На второй этаж купили 7 штук. Слава Богу, они были не такие дорогие, по-моему, по 9 долларов, а так они бывают и по 30 долларов, ну, уже слишком. Но, мне кажется, будет нейтральный цвет и то, что нам надо. Меняем. Итак, у нас немножко пасмурно, но хочу показать, посмотрите, белая стена выкрашена в три разных цвета. Это как бы тоже белый, но вот на белом этот кажется очень желтым, таким немножко сероватым. И вот, может быть, он около окна, и он так больше всего потечится. Одним словом, мы сейчас из белого выбираем белый. Оказалось, это сложно, потому что белый белому рознь. Ну, вот, здесь те же самые цвета, только на желтом фоне. Здесь попросила перепутать цвета в другом порядке, выкрасить стены, чтобы я могла выбрать, что мне нравится здесь, на первом этаже, и что мне нравится там. Поэтому у нас сегодня будет такой ребус, и выбирать будем белый цвет. А, кстати, посмотрите, да, здесь на желтом все кажутся очень даже белыми, а там вы видели, все были очень разные. Короче, так, выбираем краску для стен. Ну, вот наша и хозяйская спальня. Значит, ремонт как бы здесь полностью завершен. Здесь, в принципе, уже можно жить, но, как вы видите, все это очень до сих пор не доделано. Эта лампа, она пойдет в спальню. Я вообще заметила, то, что когда я переезжаю куда-либо, я меняю первым делом текстиль на окнах и освещение. Не знаю, это мои какие-то фетиши. Боже, посмотрите на нее, красотка. Так, не знаю, это наша окончательная версия матраса или нет, но этот матрас отправляется сюда. Поехали мы очередной раз в строительный магазин и тут на 40% скидка на фирму Бали на римскую штору. Итак, пытаемся заказать в спальню жалюзи. Оказалось, дело непростое, потому что, в принципе, дорогое это удовольствие, особенно, если мы хотим, чтобы они были автоматические, на пульте. Ты лежишь в кроватке, открыл жалюзи, наслаждаешься утренним солнышком. Вот нашли какой-то сайт подешевле, и там можно было взять пробные и цвета, текстуры, вот такой тоненький, вот такой более рыхлый. И вот это классная опция, мы вот сколько, 7 таких образцов взяли, и можно сразу понять некоторые тоненькие, некоторые плотные. Но вот одно единственное, что, допустим, с материалом проблем нет, его можно вот так заказать и потрогать. И уже здесь определиться. Кстати, вот мне понравился вот этот, и по цвету, в принципе, по текстуре, но вот такая тоненькая тряпочка, что вот уже мои пальцы просвечивает, то есть он будет пропускать. Вот этот как бы классный, но это вельвет, бархат, да? Но единственное, что он может, не знаю, потом как-то протираться, но в принципе, интересная идея, вот бархатные, иметь тоже. И значит так, и с цветом, то есть можно определиться, очень быстро прислали. Посмотрите, даже в такой упаковке здесь можно вот потрогать, посмотреть, деревяшки, если хотим деревянные жалюзы. Это классно. Одно единственное, что если мы хотим автоматически еще на пульте, то получается на этом сайте достаточно дешево. И вот вопрос Тома, будет ли это качественно? Ну и за время всего этого длительного ремонта у нас успел родиться малыш, что огромное счастье для нас. И немножко это, конечно, все приостановило работы, потому что первые, там, последние недели беременности, первый год жизни малыша мне вообще было не до дизайна. Но малыш, кстати, жил с нами в комнате, поэтому в этой комнате, эта комната была очень долго просто пустая, там стояла детская кроватка и взрослая кроватка, и все. Но мы отремонтировали комнату малышу, обязательно посмотрите ее. Мы отремонтировали гардеробную, тоже уже есть видео отдельное. И когда малыш съехал, стало чуть-чуть легче, закончились настолько бессонные ночи, как они, допустим, были в начале. Вот тогда и мне захотелось наконец-то заняться облагоражением нашей спальни. И тогда опять процесс был запущен. Просто про эти обои я вам не рассказывала. После того, как мы покрасили все стены в белый, мне стало очень скучно и грустно, и мне хочется добавить к этому. Значит, обои дорогие, 140 долларов за рулон, была скидка на них 105 долларов. И тогда мы решили, все-таки надо взять, если, ну что, подумаешь обои, если что, мы, короче, их переклеим. И когда мы рассчитали, что вот на одну стену, вот на эту, нам нужно 5 рулонов, это 525 долларов, плюс таксы, то есть это около 600 долларов, хотя это, конечно, красиво смотрится. Вот. Очень красиво сочетается с кроватью. И я думала, еще из нарезочки такие темные было бы вообще суперически, но я бы считала, что это очень-очень дорого. Вот это из-за глубины цвета, ну, тут, конечно, не передать, они такие шершавенькие, и здесь такой очень глубокий принт, в том плане, что я не знаю, как он может быть трехмерный, но как-то не понравился, как смотрится. А это, это борщевик. Вы видите, он в 4 формате, так не видно. На самом деле, это борщевик, и он такой черный с каким-то коричневым, в принципе, очень подходит и сочетается, сейчас вам покажу, с чем, вот с этими тертостями на лампе. Короче, вопрос обоев остается открытым. А этим народным творчеством я сейчас буду заниматься, я буду делать между обоями и потолком закрывать вот эти все неровности. Взяла вот такую веревочку, посмотрю, что из этого получится. И горячий клей. Боже, я не могу поверить, что лед тронулся. У нас уже занавески лежали с октября, и наконец-то, наконец-то решил человек все-таки их повесить. Ну и, конечно же, мое самое любимое в этом видео это до и после. Посмотрите, что у нас было и что у нас стало. Ну и всем спасибо за просмотр. Иди сюда. Да, ручка. Ну и пока записывалось это видео, пришел главный компаньон. Да. Наши телестройки. Наш прораб. И на этой прекрасной ноте мы вдвоем с вами попрощаемся. Подписывайтесь на наш канал. У нас редко, но все равно что-то есть интересное. Давайте попрощаемся. Пока-пока. Сделай пока-пока.